Команда у всех областных управлений у города Минска, а так само центрального аппарата Следующего комитета. За перемогу смагались 8 коллективов. С поборностью по волейболе зауседы проходят сведовищно. Гэты вид спорта у Следующем комитете особливо популярны. Волейбол входит в программу круглогодичной спартакиады, следственных работников. Ну, так получается, что среди остальных видов спорта, наверное, один из самых любимых все-таки. Ну, наверное, потому что он наиболее доступный, он вид спорта, который, в принципе, человека делают гармонично развитым и физически-интеллектуально. И традиционно к волейболу наиболее пристальное, наиболее значимое отношение в Следующем комитете. Фаворитами были спортсмены с Витебского региона. Яновы игровали титул чемпиона на протягу опошних трех годов. На гэты раз команда Витебского областного управления так само добралась до головного матчу. Пару склали спортсмены со столицы. До речи, это повторение минулогоднего финала. На гэты раз следшие из Витебского региона в партой боротьбе отдали сопернику только одну партию. И завоевали четвертый чемпионский титул «Запар». Мы четвертый год подряд выигрываем. Это все, как говорится, потом и кровью. Это не просто мы пришли, бросили через сетку. Видно, уровень Минск всегда наш основной соперник. И Гомель очень сильно подтянулся. За бронзу змагалися команды Гомельской и Гродинской областей. Гэта гульня отрымалась не меньше напруженной, чем финал. Первый сет застався за гродинскими спортсменами. Другие третий за гомельчанами. У четвертым боротьба была ровная, однако у концовцы представники нашего региона змагли вырвать перемогу. И стали владальниками бронзы. Первую партию проиграли. Дальнейшие выиграли три партии со счетом 25-12, 25-15. Но последняя партия, конечно, немножко, так сказать, была напряженная. 26-24. Таким чыном сенсации не сдарылся. У паровнания с минулогодним чемпионатом состав пьедыстала гонору не змянился. Максим Савин, Михаил Рабко, телерадиокомпания Гомель, Сожлобина.